приветствую вас на очередном уроке в нашем тренинг-центре в этом уроке я продолжу рассказывать о замечательном сервисе который сейчас стал очень популярен это сервисе zoom и сегодня я расскажу как рисовать в зуме во время вашей трансляции если вы проводите обучение в зуме при демонстрации экрана в котором вы рассказываете что нужно делать человеку на какие кнопочки нужно нажимать чтобы выполнить определенное действие типичная ситуация следующая ваш партнер ученик теряется он не понимает на что вы нажимаете особенно если маркер вашей мыши вот такой вот маленький и вы быстро им двигаете на что-то кликнули человек вообще не увидел на что вы нажали люди не успевают за вами что для этого можно сделать ну во первых конечно можно войти в панель управления windows выбрать мышь и в разделе указатель по выбрать черное огромное и нажать кнопочку применить что произойдет ваш маркер мыши станет черным и станет достаточно крупным если вы не будете быстро двигать мышкой ваш ученик будет понимать где и на что вы нажимаете если вы демонстрируете какой-то учебный материал в котором очень много текста но даже такой маркер мыши может вам не помочь поэтому желательно что-то выделить то есть подчеркнуть обвести желательно каким-то ярким цветом в этом поможет зум как только вы включили панель управления в которой достаточно много инструментов нажмите пожалуйста на инструмент комментирования у вас появится дополнительная инструментальная панель в ней очень много действий которые не сложнее чем инструментарий стандартной программы паят я покажу основные первая форма здесь вы можете выбрать цвет у меня сейчас выбран красный цвет хочу синенький выберу синенький что я хочу делать например я хочу рисовать нажимаю на рисовать выбирая что я могу рисовать могу рисовать стрелки например для того чтобы человеку показывать на какую кнопку ему нужно нажимать либо могу рисовать прямоугольники для того чтобы сразу человеку показать о какой области я говорю либо я могу рисовать круги какие-то чтобы обводить причем все эти элементы могут быть контурные как у меня сейчас а могут быть вот такие вот закрашены все зависимости от того что вы делаете но когда мы работаем с каким-то документом или с какой-то страничкой веб-сайта где уже есть какой-то текст ну закрашенные такие вещи они очень нам не нужны но у нас же есть ластик нажимаем на ластик наводим на любой элемент который вы нарисовали и он у вас просто напросто исчезает если вы хотите сымитировать например чистую белую доску можно открыть тот же самый word открыть его весь экран и вот здесь сымитировать белую чистую доску то есть вы можете рисовать уже какие-то закрашенные вещи рисовать какие-то стрелочки пожалуйста можете использовать какой-то текст то есть вы можете пользоваться в зуме на типа белой доски именно вариантом обычной классной доски инструментария у зума в рисовании достаточно много они все очень понятные единственное о чем нужно помнить если вы вошли в режим например метки и хотите отмечать какие-то важные для вас элементы метками ну например вот такими чтобы вернуться из этого режима нажмите на мышку и тогда ваша мышка будет уже работать мышкой вы можете куда-то переключаться и например удалять эти метки потом снова нажмите на метки выберите на например сердечки и говорите что вот это например очень важные элементы на них нужно обращать внимание нажмите снова на мышку есть до боли знакомый элемент отменить то есть отмените последнее выполненное действие разобраться с инструментарием абсолютно никакого труда не представляет причем обратите внимание вы рисуете поверх того документа который вы отображаете но если вы что-то нарисовали очень хорошо то что вы именно и планировали сделать с какими-то стрелками с поясняющими с какими-то обводками нужных вам курсов то можно сделать в конце конечно можно это очистить нажав на кнопочку очистить все рисунки но самое интересное можно сохранить нажимаем на сохранить видим что есть у нас сообщение сохранен экран можете посмотреть куда и что вы сохранили то есть открывается папочка с вашими сохранениями и все ваши скриншоты быстренько сохраняются вот в этой вот папочки нажму снова на мышку чтобы я мог управлять этой папочкой и вот мои скриншоты я их могу открыть и увидеть это обычные скриншоты которые хранятся на вашем компьютере сейчас очищу что у меня тут нарисовал зум очень удобная вещь закрыть панель комментирования можно нажать на комментирование либо можно нажать вот на такой вот кризис благодаря вот этому несложному инструмента вы можете свои объяснения сделать максимально понятными не тратить свои время и нервы на уточнение куда же нужно нажать на что нужно обратить внимание у зума еще колоссальное количество возможностей о некоторых из них я продолжу рассказывать на нашем youtube канале подписывайтесь есть какие-то вопросы пишите комментарии обязательно отвечу